Режиссёр Эдуардо Массиас По-моему, тебе лучше уйти. Я не хочу говорить с тобой. Особенно, когда ты в таком виде уходи. Почему? Почему? Ты жалеешь, что отвергла меня, но боишься это признать. Алихандро, ты очень пьян. Уйди. Постой. Давай поговорим. Стой, стой, стой. Эми, ответь мне. Не бойся, не бойся. Ты правда меня не любишь? Алихандро, это бессмысленный вопрос. Особенно сейчас, когда я... Ответь мне. Ты... Ты перестала меня любить? Да? Ну, ответь мне, ответь. Прекрати, прекрати. Алихандро, зачем спрашивать женщину, любит она или нет, когда её сердце разбито? Пари, Эмилия, я не хочу совершать то, что нас навсегда разлучит. У тебя есть последний шанс. Потом будет поздно. О чём ты говоришь? Ты можешь меня больше не увидеть. Сейчас я пьян и готов проявить слабость. Будь я отрез, такое было бы невозможно. Ты и я, это... Как бы сказать, ты и я. Алихандро, ты не понимаешь, что говоришь, пожалуйста. Уходи. Когда я думаю, что ты будешь с кем-то ещё, или полюбишь другого, я схожу с ума от ревности. Ты должна быть моей. Мы же с тобой любим друг друга. Я познал твою близость. А это что-то значит, поверь мне, мы же любим друг друга. Алихандро, никогда не напоминай мне об этом. Почему я не должен напоминать? Потому что я хочу об этом забыть. Ты сможешь меня простить? Алихандро, возможно. Возможно, я тебя прощу. Но я ничего не забуду. Послушай меня, я ничего не забуду. Ни хорошее, ни плохое. Сейчас, сейчас. Входите, добро пожаловать, бабушка. Наконец-то. Наконец-то я буду жить, как пар до фигеруа. А куда нам поставить вещи? Несите наверх. Первая дверь налево. Отлично, сейчас отнесём. Пожалуйста. А кресло? Бабушка? Куда же его? Нет, 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 нет. Не сюда. Она совершенно не смотрится. Надо его отнести в тот угол. Нет, нет. Здесь мне тоже не нравится. Вы уж решите. Пойми, Алихандро, любовь это... Это нечто нежное, деликатное. Я не могу сказать, что я не могу сказать. И никакое сожаление, никакие слова не смогут исправить то, что было разрушено каким-нибудь неосторожным поступком, совершённым в неподходящий момент или грубостью, или подозрением. Мария, Эмилия, что я должен сделать? Я не знаю, не знаю, Алихандро. Ты наказываешь меня. Ты поступил со мной гораздо хуже, чем я с тобой. Алихандро, я потеряла всё, что имела. То, что было у нас, и ещё то, что я оценила больше всего на свете и мечтала отдать любимому. Я мечтала подарить свою невинность в день свадьбы. Ты же знаешь, что меня так воспитали. Я иначе не могу. Я тебе тысячу раз говорил, что готов на тебе жениться. Что я сожалею. Нет. Мне не нужны твои сожаления. Они ничего не спасут. Я дам тебе свою фамилию. Я готов. Не надо. Оставь её себе. Мне не нужны подачки. Я тебя уважаю. Мария, Эмилия, постой. Нет, Алихандро, мы друг друга не понимаем. Не понимаем. Так, как ты поступаешь, ты никогда не сможешь вернуть мою любовь. Твоя настойчивость напоминает мне о том, что я хочу забыть. Ясно? Мария, Эмилия, подожди. Постой, Алихандро Агиро. Она не хочет с тобой разговаривать. Помоги мне, Хенероса. Я люблю Марию и Эмилию. Ты же знаешь, что она для меня значит. Сынок, ты бы думал об этом прежде, чем оскорблять её. Я сожалею об этом, Хенероса. Я хочу, чтобы у нас всё было как раньше. Нет, парень. Ты разбил сердце девушки, а теперь хочешь склеить? Но я не хотел. Ты очень плохо с ней поступил. И теперь не жалуйся на то, что она не желает тебя слушать. Это неправда. Послушай, тебе сейчас лучше уйти и оставить её в покое. Я не уйду. Я должен ей кое-что сказать. И она меня выслушает. Ясно? Ты к ней не войдёшь. Не надо её принуждать. Пусти меня, Хенероса. Для чего? Для того, что и в прошлый раз? Хочешь доказать, что ты мачо? Кем ты себя воображаешь? Ты и так доказал, что ты эгоист. Ты к ней не войдёшь. Она для меня как дочь. И я её защищу. От меня защитишь? Да. Ты вёл себя как подлец. И я не позволю тебе гнусно с ней обращаться. Ты не понимаешь. Я понимаю больше, чем ты считаешь. Зачем ты пришёл сюда, если уже собираешься жениться на другой? Отвечай. Мария Эмиля об этом знает? Тебя это не касается. Иди и не возвращайся. Может, нужно ещё что-то сделать? Большое спасибо. Остальное сделают рабочие. Ну, тогда мы пойдём. Заплатим за перевозку, Моника. Заплатить? Вы хотите нам заплатить? Нет, не надо. Мы перевезли эти вещи просто так, по-соседски. Вы согласны, Дон Рудентью? Конечно, нам ничего не нужно. Оставьте себе деньги, Донья. Вам они ещё пригодятся. Но вы же потратили своё время. Идём, Лало. Желаем вам всего доброго. Ты посмотри на них. Стоит начать с ними хорошо обращаться, тут же друзья набиваются. Нет, нет, им не удастся испортить мне настроение. Мне всё это кажется сном. Я в красивом доме, окружена роскошью. Я опять в своём мире. У нас начинается новая жизнь. Новая жизнь. Прекрасная жизнь. Как удобно. Как удобно. Принеси мне воды. Я хочу пить. Сейчас я прикажу тебе что-нибудь приготовить. Что-нибудь диетическое. Нет, 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 нет. Не говори мне про диету. Я могу есть всё. Мой диабет только от нервов. А теперь я чувствую себя здоровой. Это так замечательно. Бабушка, я не хочу, чтобы ты опять попала в больницу. Не бойся, не бойся, ничего не случится. И не надо мною командовать. ПОДПИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Он придётся ухаживать за моей бабушкой. Он ушёл? Да, дочка. Он хотел войти, но я его не пустила. Хотя теперь, честно говоря, сомневаюсь, правильно ли я поступила. Я с ним так говорила, что он больше не появится. Ничего, так будет лучше. Хинроса, я не понимаю, что творится с Александром. Он опять был пьян. Он напивается и приходит сюда.